привет дорогие друзья шурави вообще все парни мужчины сегодня отвечу на один интересный вопрос вот среди многих комментариев иногда безумных иногда оскорбительных бывает так подколки иногда встречается вопросом комментарии вопрос очень классные ценные для меня они заставляют вспомнить то что я как бы уже и бывает что и забыл о службе в афганистане и вот один парень написала расскажите что-нибудь о том какой особый шик был вообще у солдата на службе в афганистане что вот самое крутое что было у кого-то солдата чего у других не было типа самый-самый шик или там чем солдат выделялся допустим какой-то там или сержант но постараюсь ответить одним словом и потом все разложу по полочкам мне кажется даже одного репортажа не хватит вообще если я правильно интерпретировал вопрос вот этот то у каждого у каждого рассказываю солдата в афганистане должен быть и как правило был талант именно свой талант то в чем ты ощущаешь себя настоящим мастером вот если ты преодолел стресс то есть ты прибыл в зону там где зону военных конфликтов там где опасно где те могут пристрелить когда ты пережил стресс первые два-три месяца ты уже освоился и ты начинаешь совершенствоваться как мастер ты обретаешь свой талант и вот сейчас я вспоминаю моих дедов дембелей черпаков это те кто ребята на полгода раньше нас прилетели в афган и уже у каждого из них был свой талант это вот я сейчас вспоминаю каждого это просто талантливые мужики на самом деле талантливые которые умели каждый солдат умел именно то что другие могли не уметь вообще до крайне интересные крайне интересный репортаж получается и я думаю что нужно будет здесь уделить этому рассказу не менее трех четырех серий но давайте сейчас остановимся себя не хочется я про себя расскажу у меня тоже был талантик не так кажется расскажу про себя в какой во второй или в третьей четвертой части посмотрим вот наиболее талантливый были конечно наши дембеля уже которым скоро было улетать домой время наступало это были отличные мастера переносных радиостанций то есть смысл какой в афганистане у нас постоянно был недокомплект солдат посмотрите душманы маджахеды наши противники тех кто сопротивлялись нахождению воздушно-десантной дивизии 103 витебской в кабуле они всегда думали что у нас дивизия полностью развернутая по стандартам военного времени которая воздушно-десантная дивизия она должна насчитывать по идее семь с половиной там восемь тысяч человек но мотострелковая вроде бы побольше должна в личном состава на самом же деле насколько я ориентировался в городке в нашем и по разговорам офицеров постоянно был недокомплект в каждом батальоне и обеспечении в боевых батальонах то есть по моим воспоминаниям максимум было личного состава в дивизии ну дай бог если четыре с половиной тысячи личного состава это солдаты и сержанты прапорщики и офицеры это дай бог за четыре с половиной тысячи человек мне кажется даже было где-то 3700 человек а маржахеды думали что нас парашютистов десантников борзых ну как минимум 7 тысяч поэтому в общем то никак не дергались поэтому ребят службу тащили за себя из-за того парня и поэтому каждый солдат был на счету и каждый солдат коли ты гвардеец коли ты получаешь удостоверение ветерана великой отечественной войны как нам каждый день говорили командиры когда вы прилетите домой получите такое же удостоверение льготы один к одному будут как ветеранов великой отечественной войны то есть ты должен соответствовать и в первую голову ты должен стать профессионалом в своей именно воинской специальности как это не банально звучит потому что людей мало но если ты еще будешь разгильдяем бездельником и двоечником не будешь знать в данном случае свою радиостанцию тогда грош тебе цена если ты будешь отлынивать от службы в наряде будешь спать на колючке на боевом охранении на посту ты будешь засыпать то есть ты подводишь своих товарищей и вот самый первый наиважнейший шик изюминка каждого солдата он профессионал в своей своей профессии воинской в своем деле в своем задании которое ему поставил командир взводы командир роты вообще воинский коллектив начинает жить и пульсировать как положено начинает с роты взводы это еще не совсем такой полноценный войска коллектив а вот рота когда в роте уже решаются дела идет соревнование между взводами и так далее так далее ребят во второй в третьей части уже начну рассказывать о конкретных талантах и шиках и самый мощный шик уже во второй части расскажу что такое самый мощный шик для солдата воздушно-десантных войск советского союза все до встречи спасибо за внимание пацаны пока пока